В далекие совковые времена, когда полным ходом шла холодная война, телевизор неустанно рассказывал о том, как злобный Запад хочет напасть на мирно пахнущую страну рабочих и крестьян, дабы выжечь ее своим ядерным оружием и для страховки отравить химическим оружием. Деталей именно химической части пропаганды не помню, но одно время в каждом выпуске новостей речь шла о бинарных зарядах. Серьезные эксперты поясняли, что речь идет об особых боеприпасах, которые содержат два контейнера реактивов, которые не представляют собой опасности для жизни и здоровья человека. Оружием становится смесь веществ из двух контейнеров, отсюда и название боеприпаса. Насколько можно понять, боевое отравляющее вещество, известное как «новичок», тоже транспортировалось в двух отдельных емкостях и было смешано прямо перед его применением. В общем, идея именно такого устройства химического оружия вполне логична. Транспортировка и хранение становятся более безопасным, а с учетом того, что ученые постоянно работали над усилением поражающих свойств химоружия, то подобная мера предосторожности становилась уже совершенно необходимой. Нечто подобное иногда происходит и с информацией. Разнесенная во времени пространстве и тематики, она может спокойно находиться в двух разных местах, не представляя серьезной угрозы. А вот когда два этих блока встречаются, то все это вместе дает ясную картину события, которое непонятно как осталось вне поля зрения общественности и которое имеет важные отдаленные последствия. Далее мы предлагаем кратко рассмотреть два контейнера разрозненной информации, чтобы потом выяснить, к чему приведет их сопоставление. Контейнер номер один. Лето 1944 года, вторая половина августа. Вдобавок к южной группировке войск, высадившихся десантом в Италии, северная группировка форсировала Ла-Манш и развернула наступление на территории Франции в направлении Германии, Бельгии и Голландии. Причем северное крыло наступления обеспечивалось силами Великобритании, генерал Монтгомери, и войск ее содружества, Канады, Австралии и т.д., которые двигались в сторону Бельгии, а американцы, генерал Паттон, пошли южнее по территории Франции, намереваясь выйти к Рейну. Фактически Париж оказался в полосе действий американской армии, которая вела свое боевое планирование без учета штурма Парижа. И вообще, военные планировщики считали, что Париж будет обойден американскими войсками со всех сторон и его судьба решится сама собой. В основу такого решения было положено несколько соображений, главным из которых было отсутствие военной ценности столицы Франции. А кроме того, военные не хотели брать на себя ответственность за разрушения, которые неизбежны при уличных боях. И потом, надо было понимать, что на первых порах оккупационные войска должны будут поставлять туда около 4 тысяч тонн продовольствия в день для обеспечения мирного населения. Таковы были планы. Но в 20-х числах августа в Париже вспыхнуло восстание, и это внесло коррективы в ситуацию. Все началось с забастовки работников парижского метро, которую поддержали почтальоны и сотрудники телеграфа. А формат восстания возник после того, как к забастовке присоединились 15 тысяч полицейских. В городе начали расти баррикады. В конце концов, город был практически парализован более 400 баррикадами. Для тех, кто помнит рассказывать о том, что русские могли бы победить в войне самостоятельно, а согласно Путину и без украинцев, следует напомнить маленькую деталь. Еще в 1942 году, когда еще не отгремел Сталинград, не было Курской дуги и прочего, при университете штата Вирджиния была создана специальная школа военного управления, где готовились специалисты для конкретных европейских стран, которые штаты планировали оккупировать. Понятно, что если было принято такое решение, то существовала и концепция того, как будет выглядеть послевоенная жизнь Европы. Франция, как и Германия, должны были перейти под военное оккупационное командование США, а когда ситуация стабилизируется, оккупационные войска должны были обеспечить свободное голосование во все органы власти. Но, как мы видим, ситуация изменилась и парижане сами взялись освобождать себя от оккупанта. В это время под знаменами Шарля де Голля собралась освободительная армия Франции. Четыре дивизии, которые сражались в Италии, а остальная часть высадилась вместе с союзниками в Нормандии. 20 августа де Голь прибыл в Шербур, где имел длительные переговоры с командующим объединенными войсками союзников генералом Эйзенхауэром. Разговор был тяжелым, но предметным. Дело в том, что президент США Рузвельт рассмотрел в де Голле зачатки диктатора и категорически не желал вводить его в послевоенную политическую игру на равных с союзниками правах. Черчилль хоть и симпатизировал французскому лидеру, но придерживался общей с Рузвельтом позиции. Эйзенхауэр имел четкие инструкции на переговоры, но результат их оказался в пользу де Голля. То, что принято говорить в этих случаях о причине такого исхода переговоров и о том, что Рузвельта устроили пояснение Эйзенхауэра, сводится к тому, что де Голь пояснил ему важность Парижа с военной точки зрения. Кроме того, он рассказал о том, что его источники в Париже утверждают, что немцы готовят центр города к уничтожению и, если тянуть с освобождением столицы, кто-то должен будет взять ответственность за последствия на себя. Даже существует воспоминание о том, что якобы командующий войсками парижского гарнизона генерал Дитрих фон Хольцец получил указание от Гитлера, гласящее «Париж не должен попасть в руки врага, иначе как в виде обломков». Мы считаем, что эти аргументы были прикрытием того, что на самом деле сыграло ключевую роль. В самом деле взорвать центр Парижа с учетом тех боеприпасов и возможностей, которыми Вермахт располагал на тот момент, было бы очень проблематично. Тем более во второй половине 1944 года Рейх начинал испытывать голод во всем, что касалось военной техники и боеприпасов. Оторвать от фронта килотонны взрывчатки было просто глупо. Есть и еще одно соображение. После высадки союзников Нормандии различные структуры Германии стали вести переговоры с союзниками о возможности сдачи города именно им. С тем, чтобы установить совместный фронт против коммунистов. Думаю, что к тому времени у союзников не было особых иллюзий по поводу того, что собой представляет Совок, Сталин и коммунисты вообще. Поэтому подобные контакты не могли отметаться с самого начала и велись с переменным успехом, без выхода на какие-то решения. Об этих событиях не сильно стесняются рассказывать ни американцы, ни англичане. В этой связи очень сомнительным является принципиальное решение об уничтожении Парижа. Это как минимум поставило бы точку на самой возможности подобных переговоров. Тем более, что сами немцы заняли Париж без боя и сопротивления, а потому это был большой минус и с такой точки зрения. В общем, само собой напрашивалось какое-то другое пояснение того, почему переговоры остались за французским лидером. Мало того, Эйзенхауэр сказал Рузвельту что-то такое, из-за чего тот решил снять белые перчатки и смотреть сквозь пальцы на подозрительного в плане узурпации власти и превращения в диктатора Шарля Деголля. На самом деле, из еще оккупированного Парижа прибыла небольшая делегация повстанцев и стало понятно, что наиболее организованными и монолитными там являются коммунисты. Деголлю доложили, что одним из вариантов отступления немцев из столицы является фактическая передача Парижа в руки коммунистов. По крайней мере, уже никаких целенаправленных репрессий в их сторону немцы не проводили, хотя комми проявили себя полностью. В итоге могла сложиться ситуация, что союзники положат тысячи своих военных, освобождая Францию, а она попадет в руки коммунистов. Вот именно этот аргумент все и решил. Эйзенхауэр дал добро Деголлю на занятия Парижа. Деголь поставил эту задачу командиру 2-й французской бронетанковой дивизии Жану Филиппу Леклерку, а от американцев войска возглавил Амар Брэдли, который командовал сухопутными войсками на этом направлении. В итоге мы имеем те самые известные кадры входа танковой дивизии Леклерка в Париж и Деголя, который на полшага успел опередить коммунистов. Кстати, французский основной боевой танк носит имя Леклерк, а основная боевая машина пехоты армии США – Брэдли. Из всей этой короткой истории важно то, что и Деголь, и Эйзенхауэр, и Рузвельт поняли, что в борьбе с коммунизмом белые перчатки не помогут, а только станут помехой, и сняв их, они избавили Францию от совка, хоть и не от очень тучных левых движений. В любом случае только этого достаточно для того, чтобы именем Деголя называть улицы, площади и аэропорты. Здесь мы закрываем контейнер номер один для тех, кто хочет самостоятельно изучить события вокруг Парижа в промежутке времени между 20 и 25 августа 1944 года. А далее откроем контейнер номер два, совершенно не относящийся к первому, смешаем это и посмотрим, что из этого получится. Переходя ко второму контейнеру, еще раз вернусь к собственному опыту срочной службы в совковой армии. В секретной и мобилизационной частях штаба пришлось наблюдать сейфы и коробки, на которых стояли различные грифы, в частности там был указан порядок уничтожения содержимого в определенных ситуациях. Эта ситуация могла наступить с началом войны, когда часть снималась из своего расположения, уходила к месту сосредоточения или на указанные заранее замаскированные позиции. В этом случае, если действительно проходит сигнал военной опасности и вводится соответствующий план действий, часть документов грузится на вывоз, а часть уничтожается на месте путем сжигания в специальной буржуйке, по которой секретку всегда можно было легко вычислить. Все это к тому, что когда наступил развал Совка, очевидцы наблюдали, как из местного КГБ вывозилось то, что должно было вывозиться, наверное, агентурные дела, и сжигалось то, что вести было сложно. В общем, пока объявлялась независимость, в топки ушла та часть истории Совка, которая была связана с Голодомором и массовыми казнями, которые творились на нашей земле. Поэтому так сложно идет процесс признания Голодомора и многие другие вещи, а на Крещатик выполз бессовестный полк. Все документы этого плана, которые действительно имеют практическую ценность сейчас находятся в Москве, в закрытых архивах, секретность которых все продлевается, несмотря на то, что все участники событий, связанных с массовым террором, давно вымерли. Оно и понятно, ведь если открыть эти архивы, то дедушка Адик с его смешными усами под носом покажется филантропом и просто душкой на фоне дедушки Йоси, а национал-социалистическая партия, строившая Третий Рейх, мелким плагиатором старшего брата коммунистической партии Совка. Тем не менее, национал-социализм осужден и проклят, а более страшная зараза коммунизм так и не получила своей судебной оценки, а потому дает свои отвратительные метастазы и сегодня. Но немецких деятелей удалось осудить, потому что Германия проиграла войну и утратила контроль над частью своих архивов, документы которых были использованы в Нюрнбергском трибунале и других судебных процессах над нацистскими военными преступниками. Коммунисты избежали подобного суда, хотя заслужили его в первую очередь. Таким образом, простого доступа к этим документам нет, поэтому нет и доказательств для международного трибунала, который однажды таки должен состояться. Тем не менее, одна удивительная история, которая длилась в РФ с 2012 года, породила надежду на то, что все эти секретные грифы таки можно технически обойти и выудить официальные документы, которые как раз и могут стать той самой доказательной базой, которой никогда не было и которая закрыта секретностью на десятилетия вперед. Контейнер номер два. Некто Александр Бусаров, будучи профессиональным юристом и занимающим какую-то должность в Минюсте РФ, решил провести собственную операцию провокацию, которая должна была дать документальные материалы, подтверждающие факты репрессий и осуждения невинных людей к смертной казни во времена большой чистки. Понимая, как работает правоохранительная система, он нашел в ней брешь – возможность подавать прошения о реабилитации в отношении репрессированных лиц, не являющихся прямыми или любыми другими родственниками. Проще говоря, любой гражданин РФ имеет право обратиться в прокуратуру с просьбой о рассмотрении вопроса реабилитации любого лица, которое в свое время было репрессировано. Такая возможность сделает заявителя участником процесса рассмотрения реабилитации, а прокуратура в границах своей компетенции имеет право поднимать архивные документы, пусть и под грифами секретности. А потом заявитель получает доступ либо к части архивных документов, либо в своих постановлениях прокуратура приводит из них цитаты, отсылаясь на архивные фонды, дела и номера страниц. То есть дает официальный документ с описанием тех или иных событий, которые были связаны с тем или иным персонажем. Так Бусаров начал эпопею с реабилитацией репрессированных чекистов, в первую очередь заместителей Берии. Надо заметить, что внутренние настроения в РФ сейчас таковы, что деятельность НКВД в период репрессий считается делом полезным, хоть и грязным. Поэтому Бусарова приняли за идейного сталиниста, который пытается восстановить репутацию тех, на руках которых кровь тысяч людей. В ходе такой своей деятельности он снискал доверие прокурорских, которые неоднократно вели с ним задушевные беседы и всячески поддерживали его в этом нужном деле. Как отмечал в интервью сам Бусаров, он отработал алгоритм действий таким образом, чтобы не привлечь внимание к истинной цели своей работы. Поэтому свой замысел он держал в тайне, а фигурантов подбирал таким образом, чтобы невозможно было проследить принцип, по которому он работает. В результате он надеялся на то, что ему на руки дадут документы об отказе в реабилитации, где будут изложены подвиги фигурантов. Но поначалу прокуратура начала реабилитировать палачей, как на конвейере. На такое рвение прокуратуры Бусаров явно не рассчитывал и стало понятно, что прокурорские готовы реабилитировать вообще всех, кто так или иначе был связан с репрессиями. И тогда он решил аккуратно и технично засветить эти документы вне прокуратуры и обратился в соответствующий орган за восстановлением званий и наград незаконно репрессированным сотрудникам НКВД. Поскольку сделано это было технично и в рамках той легенды, которую он отрабатывал, никто не заподозрил его в том, что это был намеренный ход с целью прекратить реабилитации. Но в результате получился неожиданный бонус. По делам о реабилитации свои постановления стал выносить Верховный суд РФ. И снова Бусаров был стороной в деле и получал доступ к закрытым документам, а на руки получал официальные бумаги с описанием подвигов его фигурантов. С его слов, после посещения революционного Майдана в 2014 в Киеве он четко понял, что система восстанавливает свою кровавую сущность и если ничего не делать, то повторится тот ужас репрессий, участниками которых были фигуранты его дел. Тем не менее он продолжал собирать материалы и когда почувствовал, что с этим пора что-то делать, выехал на Запад навсегда. С его слов, его операция Немезида уже дала такой урожай, что с ним можно начинать подготовку к тому самому трибуналу, который так и не состоялся в отношении Совка. По сути, он обманным путем, но не нарушая буквы закона, добыл доказательную базу, которая может лечь в основу обвинений Совка в преступлениях, схожих на нацистские, только в большем масштабе и с большей изощренностью совершенных. Вывод. Как мы видим из двух этих историй, все, что связано с Совком или пост-Совком, имеет крайнюю степень токсичности и способность к воспроизводству и масштабированию. Поскольку синонимом определению Совок может быть лишь слово «беззаконие» или «беспредел», то очевидно, что бороться с этой дрянью или ее проявлениями в белых перчатках и белом фраке бесполезно. Будь это так, мы бы имели совсем другую Францию и будем надеяться, что труды Александра Бусарова найдут свое процессуальное применение. Примерно то же самое можно сказать и об оккупационных властях в Германии, когда американцы стали убеждаться в том, что немцы и за сто лет не денацифицируются и не выпустят из себя дурь, они взяли их за шкирку и заставили вручную вырывать братские могилы в концлагерях и ручками перезахоранивать трупы расстрелянных. Вот тогда без белых перчаток немцам стало доходить простое. В твоей земле лежат тысячи трупов с дыркой в голове, из космоса они не прилетели, значит кто-то их сюда привез, убил и закопал. Только так, с вонью и грязью, без любых перчаток. И напротив, мы все теперь наблюдаем за тем, к чему приводит борьба с той же самой дрянью в Украине, когда белые перчатки оказались на руках в самый ответственный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова